Я могу просто поделиться своим удобным опытом, потому что я родился в Советском Союзе и вырос в Советском Союзе. И мой такой первоначальный опыт, который мне помогал и отчасти помогает сейчас, это как раз тот круг представлений, то сообщество, в которое я пытался как-то войти именно еще в 70-е, 80-е годы. И мне кажется, что тогда все было по-другому, но довольно неоднозначно, то есть сказать, что то художественное сообщество, та художественная жизнь была как очень неправильная, а сейчас все правильно и как по-другому. Это после разной миры, но поскольку мы это одна и та же страна, в которой мы живем, поэтому в каком-то смысле, может быть, стоит попытаться проанализировать этот опыт советский, чтобы понять, сделать какие-то выводы для того, чтобы делать какие-то интересные вещи сегодня. Потому что страна меняется, и даже по сравнению с теми годами, когда, допустим, мы начинали проект «Московская бьеналия», о котором я потом расскажу более подробно, уже многое изменилось, потому что какие-то вещи, которые делались уже в 2005, 2004 году, 2006, они уже становятся гораздо более проблематичны сегодня. Вот, но главное это делать, ну, как бы, я всегда исходил с того, что надо делать только то, что интересно, и настаивать на этом, и исходить из этого. Поэтому меня, хотя у меня разное образование, я пытался поступить на физический факультет Московского государственного университета в 1962 году вместе с Борей Белизовским, помню такого. Вот, у нас были проблемы, нам давали специальные задачи, которые не решают, чтобы лиц своей национальности, как бы, там были проблемы. Поэтому мы с Борей задачи не решили, поэтому боялись армией, поэтому решили поступить. А нас брали только несколько московских технических вузов, в том числе в керосинку, так называемую, институт стали и сплавов, институт инженеров транспорта. И вот был такой институт МИЭМ, в московском институте электронного машиностроения, куда вот нас, нас Борей взяли. И мы, значит, я там доучился, а Борей потом будет Боризовский, который, Борис Адрамович, он, соответственно, ушел в какой-то другой вузов. Вот. Потом, когда все это закончилось, мое обучение, в 1668 году я попал, просто, было, была система распределения. То есть люди, которые окончили какие-то вузы, они должны были по государственным программам, обязаны были отработать несколько лет туда, куда их направляли. И меня отправили, были такие закрытые институты секретные, которые имели не название, а только номера. Меня отправили в такой институт, который имел только номер. Почему это был, назывался почтовый ящик, ПЯ. ПЯ-А3706, назывался. И там, оказывается, я познакомился с людьми гуманитарной профессии, которые меня, как раз, познакомили, в свою очередь, с какой-то вот альтернативной интеллектуальной жизнью московской, в основном философской. Потому что потом, и это было для меня важно, для моего становления, в округу была такая независимая философия, поскольку не были философские, так и историко-художественные интересы, и независимое художественное сообщество. Вот буквально два дня назад в Манеже состоялось открытие выставки, посвященной 50-летию выставки в Манеже, которая стала знаменитой из-за того, что ее посетил Никита Сергеевич Кручев 1 декабря 1662 года, тот год, как раз, когда я поспал в институт. Вот. И это событие, вот эта Манежная выставка, она, как раз, закончила их по Куоцепеле, которая началась после прихода к власти, после смерти товарища Сталина, приход к власти Никиты Сергеевича Кручева и другой, другого круга членов политбюро. Вот. И это, это художественное, это как бы художественное событие, художественное политическое событие, оно обозначило собой завершение некой исторической эпохи, которая называлась Эпоха Иотиспеля. И началась вот эпоха неофициального искусства, то есть искусство, которое не совпадало с официальным какими-то принципами, представлениями, с основными положениями социалистического реализма, официальное советское искусство, оно, как бы, до того, вынужден был уйти в подполье, хотя, надо сказать, что Никита Сергеевич, хотя он так велся довольно агрессивно, он никого не посадил, никого отсюда не выгоняли. И вот просто у художников, художники решили, лишились возможности вставляться на каких-то на определенных выставочных площадках, хотя ничего страшного не произошло на самом деле. И вот, и началась эпоха неофициального искусства, и вот, которое, собственно, я застал, и которое меня интересовало, поэтому вот это вот, второй мой круг моих интересов, это были вот это вот московское неофициальное искусство. И вот так вот между двумя этими кругами, вот этой вот независимой московской философии и кружками философскими, которыми руководил такой великий русский философ Георгий Петрович Чедровицкий, через сын Петя Чедровицкий до сих пор является заместителем директора института философии. Вот, мы вот собирались, вообще было, конечно, было вообще очень-очень романтично, на самом деле, потому что, как раз, именно потому что не все возможно, так сказать, делать что-то так, как бы независимо, неофициально, так сказать, подпольно, это вызывало, создавало такую невероятную, такую романтическую ауру. Телефону нельзя было говорить, то есть какие-то определенные вещи, так сказать, поскольку телефон все прослушивались. Знакомых иностранцев было иметь очень сложно, потому что тоже все это отслеживалось. Приезжавшие иностранцы не могли звонить из гостиницы, потому что гостиницы, телефон на гостинице прослушивались, можно было звонить только из телефонов в автоматах, мобильных телефонов в отдачах не было. Вот, и вот эта независимая философия, она как раз вот создавала такую интеллектуальную атмосферу, которую даже сейчас, на самом деле, трудно какие-то вещи споставить, потому что она была довольно интенсивной, и вся жизнь интеллектуальная московская, питерская, которую отозвался Ленинград, и в регионах все это происходило менее интенсивно, она проходила вокруг вот этого независимой интеллектуальной жизни, что ли. Вот. И вот, начиная где-то с 68-69 года, я как раз стал постоянным участником вот этих вот философских кружков, которые были в основном посвящены логике, методологии науки, никакой там эти советчины не было, но тем не менее, поскольку это было все независимо, так сказать, вне официальных площадок интеллектуальной советской жизни, институт философии и тому подобное, то как раз вот это создавало вот это вот такое напряжение определенное, потому что многие интеллектуалы, которые выросли в этих школах, они в то же пору сохраняют свое влияние. То же самое касается и художественной жизни, потому что возникшее тогда вот в зависимости от художественного движения, оно в конце концов породило, наверное, одно из наиболее значительных направлений в московской художественной жизни, а именно в школу московского концептуализма во главе с великим художником Ильей Кабаковым и не менее, или с пустами великими художниками, Бедалем Комру, Александром Меламидом. Вот этот круг школы московского концептуализма, она как раз вот ее представители, ее последователи, ее преемники, они до сих пор, с моей точки зрения, определяют основное какое-то вот такое направление течения важных, актуальных идей, которые существуют на отечественной художественной сцене. То есть в каком-то смысле можно сказать, забегая вперед, что современное искусство, оно вернулось как раз в Россию, именно в облике вот этого вот московского концептуализма или соцарта, как одно из направлений в рамках школы московского концептуализма, которое как раз было разработано Витальем Комру Александром Меламидом. По совпадению, они как раз потом, многие представители этих независимых художественных направлений, они потом мегрировали в 70-е годы и позже. Комру с Меламидом уехали в 76-77 годах и живут в Нью-Йорке с тех пор. Но по случайным обстоятельствам, вчера, вчера в Москву приехал Александр Меламид, вот, и я познакомил с комитетом премии Кандинского, и его просили прочитать лекцию, обратить одну из премий, поэтому если кто-то из вас будет на церемонии премии Кандинского, у вас есть возможность как раз послушать, познакомиться с Александром Меламидом, поскольку этот человек удающийся, и поэтому все, что он будет рассказывать, будет достаточно интересно. Вот, и вот, значит, соответственно, вокруг всех этих вот этих историй, вот если концентрировалось наиболее интересное направление в интеллектуальной жизни Москвы во всяком случае. Вот, а для меня это было важно, потому что мне просто карьера была делать как-то совершенно нереально, меня интересовали какие-то гуманитарные какие-то сюжеты, но надо было к ним добросу где-то работать, поэтому тогда в эти как раз 60-е годы, в конце 60-х годов была реализована наука социология, потому что до этого она считалась буржуазной же науки, это кибернетика и социология. Вот, в какой-то момент их, значит, перестали таковыми считать, и возникли разные социологические какие-то такие исследования, и стали возникать социологические лаборатории в разных докладных, в том числе в архитектурных институтах, и вот я и такой Олег Несаревский, тоже такой выдающийся философ, один из учеников Беоргии Четравицкого, он до сих пор работает в Институте философии, вот мы с ним пошли работать в такую социологическую лабораторию в один из таких архитектурных институтов, который проектировал общественные центры и всякие культурные институции, вот, и я поэтому надо было как-то вот, ну, легализовать свою деятельность, поэтому можно было, я бы появилась возможность защищать, защищать диссертации по социологии, там, на философской науке. И вот я где-то году, сейчас уж не помню, что есть, нет, нет, в 78-м я, оказывается, защищался в институте социологии, вот, на основе какого-то социологического исследования, которое мы тогда проводили в разных, на разных городах и весях, на нашей необъятной родине. Вот, и что касается художественной жизни, то она шла достаточно так вот, тоже достаточно активно, и я потом вот расскажу чуть более подробно, расскажу о обыстах, которые мы начали делать. Вот, но главное, что это все происходило достаточно регулярно, и в мастерских собирались, так сказать, и на квартирах, начиная где-то с 80, с начала 80-х годов появилось понятие квартирная выставка, вот, и, в частности, вот на квартире такого замечательного художника Никита Алексеева, и, главное, что, главный итог этого всего было то, что это было довольно хорошо организованное художественное, так сказать, сообщество, и поэтому, когда появилась, началась перестройка, так сказать, вот, то стало возможно сделать какие-то выставки уже на легальных площадках. Началась какая-то легальная художественная жизнь, вот, это в конце 80-х, и наша первая выставка, которую удалось осуществить, она произошла как раз в марте 87-го года. В выставочном зале Палитарского района, недалеко от 20 культуры ЗИЛ, я там был недавно, там до сих пор выставочный зал, поразительно совершенно. То есть, я хочу, то есть, вот вам, в очень, в смысле, в относительно, если говорить про менеджмент, то ведь важно было, как бы, с одной стороны, реализовать какие-то сложившиеся художественные принципы, одновременно их как-то осуществлять. И каждый раз в разных историях художественной эпохи, совершенно по-разному, надо строить вот этот менеджмент. То есть, в каком-то смысле, поверьте мне, что организовать философский кружок, тем более подпольный, в 70-е годы было не менее сложно, чем организовать какую-то большую философскую конференцию в Москве сегодня. Я тут присутствовал на днях на московском урбанистическом форуме манежа. Вот, и надо сказать, что он был блестяще организован. Просто я был потрясен уровнем организации, уровнем тех, кто был приглашен. Меня поразило также то, что на многих секциях, которые происходили во время манежа, пока, в мире, на тех, как я присутствовал, они в основном были посвящены роли искусства и культуры в городской среде, в частности, вот, арт-кварталу, частью которой является вендзработ, где мы находимся. Там, например, в основном выступали иностранцы, все говорили по-английски, и почти никто не пользовался наушниками. Это значит, что почти большинство присутствующих говорит свободно, понимает по-английски. Это, как бы, необходимые условия для того, чтобы сделать карьеру в обзорах, я считаю. Вообще, из-за того, есть такой один художник, забыл, как он, по-моему, польский. У него есть такая работа, это просто такой текст, который гласит, что что-то вроде того, что только знание английского языка позволяет сделать карьеру художника. Но это действительно так, потому что, то есть это, как бы, такая норма жизни, это надо, может быть, еще надо, может быть, иметь смысл знать французский, поскольку, ну, знать немецкий тоже неплохо, но, по-моему, в Германии все говорят по-английски, во Франции не все. Хотя молодежь тоже говорит по-английски. Вот. Так что, знание английского языка, это такая вещь, очень полезная, во всяком случае, во всех отношениях. Вот. Кстати сказать, вот это знание английского языка, оно очень помогало, даже в 70-е годы, потому что я помню, что книг не было, все было полно, полно, ну, жили в информационной изоляции, лишь некоторые знакомые иностранцы привозили книжки. Я помню, как в 1075 году кто-то привез книгу Энди Уорхол, которая давалась «Философия Энди Уорхола», а книжку давали читать на одну ночь обычно, потому что много было желающих их читать. Мне пришлось за ночь прочитать книжку «Философия Энди Уорхола» на английском языке. Вот. Вообще такой был романтизм невероятный. Да, вот по поводу вот этого уровня организации. Организовать какую-то выставку на независимой художественной площадке это было достаточно сложно и требовалось сильно определенные менеджерские навыки, в основном которые сводятся к тому, чтобы находить общий язык с разными представителями разных социальных групп и властных структур. Потому что, например, те же самые наши первые выставки на Автосаводской на выставке в зале надо было объяснить начальник отдела культуры политарского райкома партии или райисполкома райкома партии это уже мы не ходили. В чем смысл этих выставок и почему их надо разрешать. Хотя я помню когда потом покажу фотографии этих выставок они были совершенно безобидны по нашим представлениям я помню когда мы открыли первую выставку с марта 87-го года то мы там сделали какую-то обычную стандартную презентацию там делали ленточку которую надо было разрезать пришла представительница пролитарского райисполкома отдела культуры вот она пришла в такой страшный ужас от того что она видела что даже отказалась ленточку разрезать никогда не забуду как она отказалась брать мне из рук ножницы вот то всем надо было как выражать свежую лапшу на уши вот ну а это вот вот способность она мне кажется во все эпохи она полезна не то что даже сейчас так звучит довольно экзотически но вопрос вот этого общего языка то есть с одной стороны наличие собственных каких-то принципов которые вы стремитесь реализовать с другой стороны необходимость их доносить до сознания партнеров потенциальных вот это большое искусство потому что я, наверное, как-то пришел к выводу что главная главная задача менеджера это умение манипулировать людьми но чтобы иметь то есть чтобы достигать собственных целей надо уметь людьми манипулировать ну так если говорить так жестко но чтобы эффективно манипулировать другими людьми надо понимать их интерес лучше чем они понимают их сами вот это конечно такой важный очень нюанс так или иначе вот все художественные проекты многие из которых я участвовал были связаны с тем что необходимо было доказывать их художественную политическую социальную состоятельность совершенно разным людям вот и как раз вот как раз вот умение вот это договариваться и объяснять это было очень важно но одна из таких сложных выставок это была я по счастью покажу видео это была выставка николай помнит это в бане в судуновске помнишь николай помню вот я помню мы пришли когда возникло делать у меня и геопромешили возникла эта идея делать выставку почему-нибудь в бане в судуновске почему-то была отчасти такой перформанс отчасти он объяснялся тем что трудно было найти подходящий выставочный зал он приходит к начальнику этих банных учреждений соответствующего района Москвы надо было объяснить что почему мы хотим сделать выставку в банях именно почему-то в судуновских вот я вам тогда сказал фразу которую я тоже запомнил которая уже вошла в историю искусства он сказал если у нас с вами все получится я вас по другим банкам пущу да это 12 января 1987 года это пригот Александр сегодня уникальное событие в первом Советском Союзе открытие выставки художников клуба авангардистов в заведении коммунального обслуживания населения города Москвы это замечательный почин который будет продолжен художниками не то художниками но и литераторами деятелями искусства и прочими деятелями неудача духовных можно вам вручить это подарок и поздравить нас события наше общее дело начальник баня наберем сейчас начальник баня сейчас начальник баня с видео камер не было большая редкость Это 12 января 1887 года, а, 1888, прошу прощения. Борисов, без отчета, сейчас художники появляются. Андрей Филиппов. Костя без отчета. Костя без айфон. Костя без отчета. 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 Короче, Pero Budel. Костя без отчета. Костя без отчета. Мы вошли прямо с Жаном Бэром в этот бассейн Сырновский рай, где выставка находилась. И он был совершенно потрясен, потому что он видел, что явно выставка, с одной стороны выставка, почему-то ходят голые мужчины с линниками. И этот вот этот перформанс, опыт потряс на стоп, чтобы скоро его помнить. Мы обсуждали, он даже специально спрашивал, какой день, в каком году это все произошло, происходило. Он помнит Николаевича. Я думаю, что мы практически за часа, за три-четыре. Но это надо было сделать в тот день, как раз, когда фитер открывался. То есть это после, чтобы в шесть вечера баня закрылась для посетителя, и в часов восемь, в девять, в девятую, это все уже начиналось. Да, а девушек пускали прямо с улицы в этот, прямо в этот зал. Поэтому они были, где вступили, одеты, а мужчины были в простынях. Как, если человек, не стоит, не стоит, не стоит. Но, чтобы этоaliens. Моя, мноя, мноя. Моя, мноя. Моя, я не enables. Бынь. Да, все, как говорит. Ага. Попробую найти фрагмент, где как раз происходит гернисаж, то есть, ну, открыть ее, официальный открытый результат. Виктор, Виктор Рафиев, там, и прочее, где она нашла, Костя Ладшин, Николай Лавченко. Юра Олимпиадов, в учебной армии. Юра Олимпиадов, в учебной армии. Юра Олимпиадов, в учебной армии. Начинается официальная открытка. Арт-пу, Арт-пу Пакетов, в учебной армии. Вйдет на учебной армии. Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать! Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. В этом году москвич, кандидат философских наук, директор института современного искусства, который сам и организовал. Если совсем честно для вас лично, все-таки эта выставка была более как артефакт сама по себе или действительно вас заботило, что ее кто-то увидит? Я пытался достичь метро-баланса эстетического и гуманитарного компонента этого замысла. Я старался выбрать работы известных художников, потому что в этом антесте, в северном, так сказать, нельзя делать спортовые работы, которые могут не выскочить из настоящего искусства, скажем так. То есть это некий жест, на самом деле, показать, что действительно я отношусь с большим уважением, и это правда для этой аудитории, я стараюсь показать лучшие работы. А вот интересно, было ли у вас здесь что-то общее восприятие той элитарной аудитории, которая была до последнего времени, основной аудиторией этого искусства, и нынешней аудитории заключенной? Эта область состоит в том, что элитарная аудитория, она всегда пытается понять замысел автора. Она не исходит априорно из своего собственного представления. Непонятно и все, значит это неинтересно, это некрасиво, это безобразно, это не искусство и так далее. Все-таки специфика на мою элитарную аудиторию состоит только в том, что она как бы думает вместе с автором или за автором, пытается бы создать как бы замысел, и сама ответит на те вопросы, которые пытался автор поставить в этой работе. То есть она вступает в активный диалог с автором, даже гипотетически, даже заочень. Именно вот это качество, оно было присуще очень многим людям, которые здесь. Это было особенно ясное вернисажа, что все присутствовавшие это в каком-то смысле элита, потому что это люди, как заключенные, так и приглашенные, для которых искусство имеет особое значение. И вообще могу добавить, как между другой контекст, что сейчас происходит такое обращение искусства к коммерции. То есть возникают коммерческие галереи, происходят ярмарки и так далее, что очень важно, конечно, заходить индуструктуру искусства. В этой ситуации, то важно сказать на то, что все-таки на самом деле, конечно, деньги важные вещи, но все-таки художник это свободное существо, искусство это область свободы, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как вы считаете, вот это в принципе, ну, скажем так, не зря это было сделано? В принципе, да, это не зря было сделано. Это хорошее начинание. Насколько я знаю, это впервые вообще в тюрьме. Вот. И в нашей вообще, по-моему, такого еще не было. Все-таки мы такие же люди, как и все, но мы переступили закон, тоже вернемся в общество в наше. Вот. И поддерживать связь с миром, даже вот так выставка, это очень интересно, новое общение и с людьми, и общение с картинами. Мы этого просто не видели раньше. Ну, что-то наиболее интересное, что вам показалось из всего, вот из этих двухзалов. Ну, это в том зале у нас вот эти картины. Именно вот эти картины, которые мне понравились не чисто, как они исполнили, а смысл, там, картина, вот, где полностью черный фон. Вот эти. Она на размышления так дает, еще для размышления, эта картина. Вот эти мне понравились. Вроде мы ничего не нарисовали, но я не знаю, почему они мне понравились. Взывительная ситуация, некогда запрещенное искусство Ильи Кабакова, в наше открытое время можно увидеть только в отгороженном от общества коридоре Багирской тюрьмы, так как художник и его основные работы, увы, за границей. Вот такая история. Есть тоже историческая такая видеозапись, это 19 августа, по-моему, 91-го года, когда был путь. Большая задача у нас не было у нас здесь, но... Вот, и все московское художество собралось на чисто прудах, там был один из одного художника, художнический, где находились мастерские ныне очень известных художников, мы там все собрались, я сейчас покажу небольшой фрагмент этой обстановки, после этой действительно уникальной исторической записи, даже Николай Балаченко, Николь-то такого не видел, конечно, да? Не видел. А? Не видел. Ну, сейчас я покажу. После этого атмосфера, вот тоже вот такой вот... Это как бы исторически, это уникальный день, когда действительно происходит такое важное политическое событие, и художество собирается, и все это обсуждают. Я сейчас просто покажу буквально там на несколько минут, вот эта атмосфера, которая там происходила, потому что я в тот день, у меня уже была видеокамерка, я уже говорил, я... Когда в Петербурге стало понятно, что что-то происходит не то, я сел в машину, поехал по протестке Арнастского в центр. Был остановлен армией, потом не отпустили, и я сумел снять какие-то фрагменты того, что происходило около Билого дома, и потом вот на чистых ударах, в этом сходе, и собрались в Московском художественном сообществе. Сейчас я попробую вам это показывать. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Ну а вот такой вопрос. Мне кажется вам, что с одной стороны нет запросов общества, а с другой стороны понятно, что когда искусство находилось в андеграунде, действительно без денег, оно накопило огромную внутреннюю энергию, которая как-то выплеснулась в конце 80-х, начале 90-х, и поэтому масштаб личности тех людей, которые сформировались как большие художники, как звезды, он был гораздо больше, чем в таких достаточно либеральных расслабленных условиях, как сейчас, когда художник, в общем, ему не с чем бороться, и он достаточно комфортно себя чувствует, ему предоставлена замечательная комфортная инфраструктура, галереи, заводы, институты, выставки. Нет, это совершенно нет, это другая политическая реальность, я тут как-то написал, что это закончилось, то есть где-то примерно в 91-м году, то есть между 89-м годом, годом падения Берлинской стены, и 1991-м годом, годом распада Советского Союза, закончилась великая эпоха просвещения, когда искусство было, как я сказал, частью большой биологической системы, и художник был больше, чем художник. Вот, и вот действительно, вот наше поколение застало, вот, что художественный бог, и пыталось вместе себя реализовать, когда действительно это было совершенно правильно аккумулировано. Была накоплена невероятная, вот такая творческая энергия, и как бы масштаб замысла был невероятный, поэтому то, что я сейчас пытаюсь рассказывать, и то, в чем я принимал участие, это была, как бы, это была просто реализация того потенциала творческого, который был аккумулирован в эти 70-80-е годы. Ну и последний вопрос, вот перед перерывом, такой, вот действительно роль, вот, и честно, когда смотрел особенно выставку в бане, у меня было такое ощущение, что это какое-то тайное собрание масонской ложи, какой-то, да, то есть вот эти вот люди, да, все обнажаются, то есть это тоже какое-то ритуальное обнажение, да. Вот, действительно, художественное сообщество, и со времен такого существования, в таком, в общем, полу-андеграунде, андеграунде в 60-е и 70-е годы, и в начале 80-х, да, и, на самом деле, в течение, наверное, всех 90-х, я это так примерно оцениваю до появления, как бы, рынка серьезного, да, в искусстве, это был такой, все-таки, клуб по интересам и достаточно сплоченная среда. Вот, вам не кажется, что с появлением рынка какой-то новой инфраструктуры, такой феномен российской художественной жизни, как именно художественное сообщество, он, в общем-то, разрушился, исчез, да, то есть сейчас какие-то другие вещи, и, в общем, если это и существует, то только у тех людей, которые, наверное, там в той эпохе, ну, как-то продолжают жить. А существует что? Такой феномен, как художественное сообщество, как такая группа единомышленников, группа людей, делающих, и мотивированных делать какое-то общее дело, двигать искусство вперед, и... Ну да, такую социальную задачу, мне кажется, никто пристал не ставит, все ставят себе какие-то конкретные, такие частные задачи. Вот, поэтому... Но я это связываю вообще с особенностями функционирования, формирования гражданского общества в нашей стране, в том числе гражданского общества в художественной среде. И то, что в нашей стране оно исторически достаточно слабое, на счастье оно начинает все-таки каким-то образом феномироваться, вот в последние полтора-два года то, что я наблюдаю. То есть вот такую свобода непосредственности и такой вседозвольности, которая существовала в 90-е годы и в начале 2000-х, и которые вот... Я, когда делал какие-то большие проекты, я еще застал. Действительно, это все было достаточно, как бы, это было свободно, так сказать, потому что никакого политического противостояния не было заметно, не было важным. И люди интересовались чем-то новым. То есть наоборот, перед собой, вот очень интересный такой кадр с этой Ниной Зарецкой, такой абсолютно в стиле такой дивы 80-х, с этими волосами в какой-то зеленой блузке, да, такая... И понятно, что это вот советские люди, у которых был такой огромный запрос к тому, что сейчас принято называть инновациями, да, к чему-то, что выносило мозг, к чему-то, что, в общем, удивляло, да? Сейчас, конечно, такого нет, наверное. Нет. Да, сейчас как-то все... Сейчас как-то вот эта вот апология частного, мне кажется, она... То есть все решают свои частные задачи. Хотя это, предусловно, политическая обстановка, она когда обостряется, ситуация обострения, сейчас интересно наблюдать, как тем мы, в том числе, решаем свои как-то частные задачи, но уже в ситуации этого политического противостояния, которое, ну, оно и носит такой не политический, а именно такой бедократический какой-то, скорее, характер. Вот там, вот эта история с ГЦИ, вот, которую ты курсил. А вот есть что-то, что, как вам кажется, именно вот из того опыта, как бы, функционирования художественного сообщества на сломе эпох, да, советской и постсоветской, какой-то ценного опыта, какое-то ценное качество, которое очень важно сейчас и о котором, как бы, ну, нужно говорить, о котором нужно пользоваться сейчас? Может, чего-то не хватает? Это как не странно, это, как раз вопрос к аудитории, потому что я могу просто демонстрировать тот опыт, который я, так сказать, к которому я сам пережил, и который у меня имеет отношение. Как это, как это можно этим воспользоваться? Прошу, я всегда делаю, я всегда, мне было интересно сделать только то, что сделать невозможно, то, что мне интересно и то, что, как бы, было невозможно. А сейчас, так сказать, возможности есть, так сказать, по сути дела у всех и для всего. И полное, да, как бы, да, ну, вот таких чудес не происходит, да, потому что все понимают, что, в принципе, можно все. Да, потому что можно все, поэтому, действительно, потому что этот абсурд, вот этих двух выступов в бане, в тюрьме, это, как бы, или, опустим, как бы, у меня совершенно нет, это есть, по этому поводу фильм «Свиглой» 88-го года, ну, как он назывался, «Чёрный квадрат», «Чёрный квадрат», где, вот, был бы, я там, мы придумали в 87-м году пойти арендовать пароход и устроить там перформанс на пароходе. Я пошел, выяснил, что стоит 600 рублей, не, пока я вспомню. Мы скинулись там, я, Кабаков, Игорь Покоревич, что там пара, другие скинулись по 100 рублей, пошли, арендовали пароход, устроили там концерт-группу «Среднерусского воздушного» на пароходе, там, на полдня там гуляли, там, вообще… «Корпоратив» по-нышу. «Корпоратив», да, тогда это частная ситуация «Корпоратив», тогда это была просто радикальная художественная акция. Вот, то есть это, вот, то есть это, то есть мы застали вот этот волшебный момент, когда вот сложившаяся вот эта советская система, она была в состоянии распада и в состоянии полной растерянности. То есть можно было, как бы, всё, но мы знали, что нам интересно, что мы хотим, потому что мы жили к совершенно другой истории художественной эпохи и жили в ней совершенно свободно и независимо. То есть у нас был какой-то потенциал идей, которую можно было начать осуществлять, что, собственно, было сделано. Я хотел, значит, ну, в настоящее время рассказать о последнем десятилетии, рассказать вот эту историю появления проекта в московской геннале, вот, но я просто, я вообще, надо сказать, первый раз вехал за границей в 38-м году, чуть был существенным, потому что здесь, на обстоятельстве времена, я за границей никогда не был. И первый раз поехал в 88-м году, в связи с чем мне не путешествовать, а у меня была первая выставка, в которой я был с акуратором вместе с такой Ризе Шмидтс, такой нашим немецким коллегой. Выставка называлась «Искунство», то есть выставка двух слов, «Искунство» и «Кунство», придумал Слен Будлах. Кстати, он же придумал название нашего клуба, мы придумали название клуба «Клубовый гордист». Все наши первые выставки, это были выставки, в том числе, выставки «Бани», «Тюрьме», это все выставки «Клубового гордиста». И вообще, я очень многим обязан, потому что, в своей карьере, потому что она как раз меня ввела своим с акуратором в эту выставку «Искунство», и мы поехали на эту выставку в Западный Берлин. Вы себе не писаете, что такое вообще? Вообще, первая заграница, еще в Западный Берлин, еще была стена, в полный рост стояла, и мы ехали в большой компании на поезде, проехали в Белоруссию, Польшу, потом, значит, езжаем в ГДР, когда была страшно мрачная такая страна. Вот. И вот уже мы подъезжаем к Берлинской стене, уже было довольно темно, вечером шел, все это было вечером, происходило довольно поздно. Вот я никогда не забуду, как... Вот, значит, в полной темноте поезд пересекает эту стену, езжает на территорию Западного Берлина. Колит, это смешно, эта история. Слышно, да? Да. Да, его, значит, там выезжали, там какой-то пар был, ну, трептов, или какой-то там был пар. Трептов пар, да. Трептов пар, прямо который начинается после этой самой Берлинской стены. И вот. И в темноте первое такое вот яркое какое-то, яркое какое-то изображение, оно появляется как раз на фоне полной темноты этого парка. И это была совершенно символическая история, потому что это была большая реклама сигарет. И там было написано «Тест Дэ Вэст». Потому что Вэст – полнование сигарет. И вот нахер приехали этот Западный Берлин, который был совершенно невероятный город, он был изолирован от окружающего мира, и там были очень высокие зарплаты, и все Западные немцы заходы там работали, потому что было очень живо и весело, большой зарплатой, и жизнь просто кипела. А мы с Советскими Паспортами могли ходить, значит, в Восточный Берлин, поскольку денег у нас особо не было, то что мы делали? Мы меняли Западные Марки на Восточные Марки, на вокзале, и переходили через границу, в Советскими Паспортами, там колбасу, сыр, вообще всякую какую-то еду, возвращались с этой едой аккуратно в Западный Берлин, и все это в течение нескольких дней в этой неделе. А потом была тоже грандинистическая история, тоже характеризующая ту политическую эпоху, вот этот полный абсурд, и невероятное такое вот неописуемое совершенно обстоятельство, которое сопутствовали вот это время. и мы довольно долго находились в Западной Берлине, все из той выставки, где-то месяца там жили, и в какой-то момент, поскольку у нас все было довольно большое количество знакомых, в Европе, меня пригласили читать лекцию в город, в университет города Беллифельд, в Западной Германии. Я получил приглашение, меня там прислали там, через знакомого, приглашение. Да, надо сказать, что в эти годы с советским паспортом можно было приехать в Западный Берлин без визы, поскольку Западный Берлин считался частью советской автопционной зоны. Соответственно, надо было выложить выездную визу, вы на такого даже не знаете, но это были две визы, выездная и въездная. Соответственно, надо было получать выездную визу, а выездная была не нужна. И вот, соответственно, я находился в Западной Берлине без какой-то неγовой визы. Вот я получаю приглашение из Беликвейта, прихожу в полицию и говорю, вот знаете, дайте мне визу в Бундес-Републик Дойчин. Они там долго, они, причем я вот был как свой, после этого приглашен на Белинскую организацию, поэтому они начали долго думать, что со мной делать. Потом я говорю, знаете, мы вам не можем дать им визу, потому что для нас вы уже в Германии. Мы не можем дать визу вам в страну, если мы уже в стране. Но ехать вы не можете, у вас визы нет. Я говорю, слушайте, ну, товарищи, придумайте что-нибудь. Они пошли с такой немецкой медлительностью, что там, час думали, потом приходят и говорят, ну, хорошо, мы придумали. Вы должны пойти, получить разрешение на въезд в Бундес-Републик Дойчин от всех трех оккупционных властей, британская, американская и французская. А потом, кто вы к нам возвращаетесь, мы вам дадим визу в Германию. Я сказал, ну, хорошо. Я там бегал целую неделю по замкну Белину, собирал эти разрешения, потом вернулся, вернулся в этот полицейский участок. И мне это за 15 дочеварок мне выдали эту уникальную историческую визу. Она мне до сих пор не сохранилась. Эта виза была в Германии, выдана в Берлине. Можете представить себе такой абсурд? Вот это была ценность этой великая историческая эпохи. Ну вот. И потом у меня следующая выставка на Западе была уже через два года в Бостоне, потому что как раз вот одно из выставок «Клубовым гординством», который, кстати сказать, я вот Свердлунно гениально спернулся в сокращении «Клава». «Клубовым гординством» только сокращенного варианта. В этом был вот этот термин «Клава». И вот это вот одно из выставок «Клава», которое я агрировал, ее увидел такой, приехала американская делегация, кстати, они потом, потом обыгры, я покажу вам фрагменты фильма, который они сняли, этот американский, наши друзья и знакомые, спецсловеды и музейные работники, они сняли фильм «О сын побывания в Москве». Вот. И видели одну из выставок, которая, как раз, была там, в этом зале, на Автозаводской. И с одной стороны по этому поводу меня он пригласил с укуратором большой проект, который назывался по-английски «Ветвин Spring and Summer» «Совет концептирун арт of the era of late communism». То есть «Между весной и летом в советское конституальное искусство эпохи позднего коммунизма». Вот. И, соответственно, я приехал первый раз в Америку, в Нью-Йорк, и поехал сразу там, мы стали обсуждать этот проект, а выставка, которая тоже, вот там, в том числе я видел такой Рон Фельдман, такой известный глиист нью-йоркский, который работал потом с Команом и Ламидом, с Кабахом в то время, и он, у него возникла такая абсурдная идея велосипедный выстав привезти в Америку. Вот это назвалось перспективой конституализма. Вот. И они привели у него на свои деньги, привез ее в Америку, и она путешествовала по Америке. И поэтому я, вот после первой своей поездки в Соединенные Штаты уже в 90-м году, я в январе 91-го года должен был лететь на первый ренессаж этой выставки в Америке, который стоял в городе к Гонолулу. Знаете, это Гавайи. Я вот, ты себе представляешь, что это вообще было за переживание, когда я на корейской авиалинию летел в Москва-Силу, потом в Силу-Конолулу. Потому что я никогда не заботу, как в этом самолете, который летел из Силу-Конолулу, я пол-эдинственного человека в белой расе. Тут все остальные были какие-то там, какие-то корейцы, китайцы, японцы, полинезийцы. Оказывается, что хорьбное население на Гавайях это полинезийцы, они там все соответствующие расы. Вот я полетаю, вот да, меня пригласил посетить в Корею тоже какой-то галерист из Сеула, который мне сделал корейскую визу, и потом между моими самолетами, когда я полетел в Сеул, и должен был лететь в Монолул, у меня было несколько часов. Я поехал, меня пригласил мой приятель, этот корейский галерист, посмотреть, что я сейчас в Сеул представляю. И мы на полдня поехали в Сеул. Потом, когда я уже возвращаюсь, вдруг надо было ехать в аэропорт, обратно лететь в Монолул, я вдруг смотрю, я слушаю, старик, мы с тобой делали страшный луксус, потому что у меня одноразовая корейская виза, наоборот, на пути не смогла остановиться, мы должны были несколько дней провести с Эмилией Кабаковой, когда тогда уже была, она была женой Кабаковой, мы должны были какие-то проекты обсуждать в Сеуле, на обратном пути. У меня были однисно одноразовая. Я говорю, слушай, давай срочное соглашение, я должен в Монолул получить еще одну очередную корейскую визу. Короче, я когда прилетаю в Монолул, я первым делом я там как-то профессора встречаю, потому что выставка должна была быть в клее университета Кабакова. Он говорит, ну сейчас поедем, я тебе все покажу, как у нас все тут Монолул замечает. Я говорю, слушай, старик, мне надо срочить в корейское консульство, потому что мне нужно получить корейскую визу. И не понимаете, какая была реакция в идее в корейском консульстве, когда я пришел в советский паспорт, попросил корейскую визу полетев из Севу. Вот. И вот, соответственно, была эта выставка перспективы консультипализма. Если не будет, я и покажу. Соответственно, вот она была вот такая, такое было и такое историческое событие. И вот потом у меня был тоже Днецкий выступ в Нью-Йорке, в частности в Пи-Ас-Ван такой из того замечательной выставочной комнате, которая сейчас стала частью музея Музея Модернарта. Так или иначе, и вот я стал кукурировать такие выставки, в том числе было несколько выставок в Америке, в Нью-Йорке, в том числе интернациональные и русское искусство. Хотя вот эти историческими событиями была именно эта выставка между весной и летом, потому что действительно была первая в Америке выставка, посвященная современному русскому искусству, причем в лице довольно интересных представителей. Там были Якова Маламита, Кабаков и Саша Проский, ну все, 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 и Андрей Монастырский, и Игорь Макаревич. У меня осталась такая видеозапись фрагмента выставки, которую я курировал в Стокольме в 1998 году, которая называлась «Медиализация». Почему никого отношу, не то, что не отбыл как связано с «Новыми медиа», но почему-то у меня интуиция подсказала, что оказывают работу с «Новыми медиа», и заглядное название, которое одержало эту работу с «Новыми медиа», она должна так и долго прозвучать. И это был главный скандал, потому что я с дуру совершенно не подумав о последствиях пригласил туда среди АЕСа, еще там кто-то был Кулик, и там зачем тебя пригласил с «Новыми медиа» было понятно, что без скандала не обойдется. А «Новыми медиа» это такой самый «Новыми медиа» такой «Новыми медиа». В общем, это такой был радикал, который тоже был массой конфликтов, и драк, и бог знает чего еще. Я зачем тебя пригласил? Он там придумал какое-то видео, потом на вернисаже он взял слово, на «Новыми медиа» в музыке сказал, что он не хочет участвовать в этой отвратительной выставке, пошел и забрал все свои видеокассеты и, соответственно, что-то «А что ты там делаешь?» Бреннер был тогда это круче, чем «Война и пуссирает вместе взят». Да, да, это было что-то такое отдельное. А потом, да, потом, соответственно, была какая-то дискуссия, на которой тоже выступал, и потом тоже, что-то устроил какой-то страшный скандал, побежал в выставочный зал, в один выставочный зал, где выставка происходила, и попортил работу кулика. Ну вот любопытно, я хочу, чтобы вы еще два слова сказали, прежде чем включите видео об этом месте, где проходила выставка, потому что это под Стокгольмом три бывшие коровника. На окраине. Ну, как бы, по сути, там, по-нашему, там, в Болшево, да, значит, три таких коровника, реальных коровника, да, или каких-то сарая. Слушай, все это там был. Оборудованные, да, оборудованные по последнему слову техники выставочные залы. и это выглядит вот как, ну, то есть, они оборудованы как гараж вот у нас сейчас, там, сколько, 20 лет прошло, да, вот, с потрясающей, как бы, так, тонко сделанным ремонтом, и ты вроде как в каком-то вообще колхозе находишься, в коровниках, и заходишь в такие абсолютно модернизированные выставочные залы, и там куча видео, что тогда смотрелось вообще будущим, да, сейчас, как бы, видеовыставкой никого не удивишь, а тогда, это было такими... Ну, каталога там и не издали, поэтому осталась вот эта вот видеозапись, почему эта видеозапись, которая у вас сделана такая чисто реклама... музыка из фильма Питера Гринова, что по тем временам было просто невероятных это фрагмент из фильма Олимпия, да, 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 это чья работа? Мальчик Туповой, это будет там написано, ага, это обсессион, да, да, такая была шитовая работа, листочки. А здесь будет одна работа, вот... еще. Это Солиаким работа, которая была показана на 3-томосковской бенале. А, естественно, корейская художница, которая живет в Нью-Йорке последние годы. А, естественно, корейская художница, которая живет в Нью-Йорке последние годы. А, естественно, корейская художница, которая живет в Нью-Йорке последние годы. Это работа АЕС, потом у нее расскажу. Сейчас я расскажу. Да, это вот, значит, работа. Это одна из лучших, на мой взгляд, работ АЕС. Это было фотографии 14 девочек. Эти фотографии одинаково одеты. При этом 7 из них обычные московские школьницы, а 7 девочки-убийцы, которых они нашли по лагерям и тюрьмам. И вот идея стала в том, что они фотографированы, сесть на работу не подписанных, кто из кто, и вот такие-то работы. И при том, что АЕС предлагали мне 98-й год, они это причинам сделать такие большие, как можно большие, наоборот, качественные. Пустируются фотографии для девочек и повесить в госпитальском зале. А я наставил о том, чтобы, сходите, такой вот исследовательский эффект, что надо, наоборот, делать не фотографии, печатать большие, красивые, дорогие, а поместить эти фотографии на слайды, причем поставить их на карусели и крутить, чтобы они по очереди проецировались на экраны, и чтобы возник такой вот исследовательский, такой полицейский эффект. Что, собственно, на что они, АЕС, согласились, это была одна из самых популярных работ на области. Там еще любопытная была история, что делали опрос по фотографиям, и никто не угадал на 100%. Я угадал 5 из 7. Я угадал 2, по-моему. За этой работой, которую я переделал чувствительным, смотрите, не рекомендуется. почему потом вы поймёте или я потом объясню кстати было написано, что это Кемпл Гиллз Документальный видеозаписи Суда Линча в Южной Африке на одной из женщин, которые бы заподозрили пску качества что-то не было посередантливого Продолжение следует... 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 юношами. Вот, то есть если это споставить с масштабами города, Москвы и России как страны, это, конечно, невероятно, это мало, это просто слабости художественной среды, ее политической, ее коммерческой слабости, потому что количество людей, которые систематически коллекционируют русское искусство, их очень мало, говоря про арт-менеджмент, все это сказать, все наши соотечественники, которые, а их достаточно много, которые переводят семьи в Лондон или куда-нибудь еще, они интересоваться русско-искусством обычно прекращают. В этой связи я обычно вспоминаю тот факт, который мне сообщали американские коллеги, что каждая вторая в Нью-Йорке, а их там несколько сот, как вы понимаете, хотя город Нью-Йорк даже меньше по количеству населения, чем Москва. Каждая вторая нес галерея, федерально выражаясь, мечтает работать с китайскими художниками. Почему? Не потому что они так обожают китайское искусство, которое интересно, но, так сказать, китайское, китайское. А потому что китайская община в Нью-Йорке помогает и поддерживает китайских художников. И покупает эти работы. Наши соотечественники, насколько я могу судить, они так обычно не поступают. А все равно те, кто переезжает в Лондон, они начинают, если что-то они все-таки искусство начинают продолжать интересоваться, они начинают профессионировать какое-то залпное искусство. А отечественное не интересуется. Поэтому я это объясняю все-таки слабостью института гражданского общества. потому что как-то то ли мы себя не любим недостаточно, мы плохо интегрированы, мы своей собственной культурой не интересуемся. Вот сейчас вот Министерство культуры собирается закрыть меры институт искусствознания. Потому что оно считает, что это то, чем занимается институт искусствознания, который по каким-то причинам через техническим переформатирование всей системы академических институтов оказалось в юрисдикции не Академии наука, а Министерство культуры. Поэтому сейчас Министерство культуры министр Мединский как раз сейчас думает о том, каким образом переформатировать, довольно вертикально актуализировать. Но с возможным ущербом для академической науки это может произойти. Сейчас это обсуждается достаточно активно в академической художественной среде. Вот это все очень как-то непонятно. устойчивый интерес к науке, к образованию, в том числе к художественному образованию, которое совершенно не было модернизировано в советских времен. Поэтому те курсы, от которых вы учитесь, это какая-то даже по сути дела попытка компенсировать недостаток гуманитарного образования в нашей стране. Вот поэтому я могу что сказать, что надо каким-то каким-то образом делать все, чтобы все-таки воссоздавать и усиливать эффективность института Казанского общества в художественной среде, чтобы по крайней мере интерес к отечественному искусству. Он бы не угасал, он бы развивался, потому что после какого-то всплеска интересов к русскому искусству, который произошел отчасти, я думаю, благодаря геннале и пик, который приходится на 2008 год, как раз, перед последним экономическим кризисом, после этого все пошло на аспорт, так сказать, даже появление гаража, Даша Зукова, Роман Аркадьевич Абрамович, там, Минзавода, там, Красного Октября арт-плей дали везде, все равно какого-то радикального влияния на отечественную художественную жизнь не оказал, тут еще сильный такой символический закрытие двух-трех известных галерей как-то повлияло психологически на атмосферу, так или иначе, вот с этим надо что-то делать, но что с этим делать, это вот как бы, может, только Коля знает Палачникова, а я не знаю, Коль, что делать, Коль? Работать, создавать институции, делать выставки, сотрудничать музеями, запросами, институциями, кругицы. А ты же выступаешь против открытия Москвы музея современного искусства на пасе, ты же даже по телевизору выступал в этой связи? Я выступаю против того конкретного проекта, который был предложен. Тут есть опасения, что если этот проект не осуществится, то вообще ничего не будет. Это паранойя. Мы тут все там соединенные паранойи. так или иначе, да, кстати, то, что мы можем делать сегодня славными силами, это действительно способствовать то, что я называю словом реинтеграция, реинтеграция русского искусства в международную художественную сцену. Поэтому, в частности, вот и ПСИК, которым я занимаюсь, мы делаем все, чтобы дать возможности или попомочь нашим студентам, выпускникам, продолжить образование в Европе или в Америке, припишем бесконечные какие-то письма рекомендательные, пытаемся в каких-то партнерских отношений организовать с какими-то другими европейскими академиями художеств. Там у нас в Стокгольме, в Гетебурге партнеры есть, во Франкфурте, в Вене, в Лондоне. Сейчас там пытаемся дружить с Ройл-Колычем на нашей летней школе последнего Воснем Воложке. Коль, ты был в Воснем Воложке? Нет. Не доехал, Коль. Мы каждый год проводим летнюю школу для наших студентов под Воснем Воложком на Академической даче имени Репина. Это такой дом творчества Советского художника, такого образца конца 70-х. Мы туда приглашаем обычно студентов из Невско-Европейской Академии художеств. В последний раз мы привели несколько человек из Ройл-Колыча Уварда из Лондона. То есть, ну, опять-таки, это какая-то мотивация наших студентов, так сказать, все должны быть по-английски, кстати сказать, из-за этого, ну, и все прочее, 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 прочее. При том, что, мы прекрасно понимаем, это знаем по нашему собственному опыту, что как раз художественное образование было в незначительной степени модернизировано, осталось совершенно советским, и хотя оно формирует у студентов довольно-таки значительно интересные базовые навыки, но, что касается знаний истории искусств 20 века, теории, философии, введения студентов вокруг каких-то актуальных идей, которые были популярны, особенно во второй половине 20 века, все это не происходит. Это наши студенты, это в основном выпускники этих московских и не только московских художных вузов, там, в Суликовском, в Строгановке и тому подобное. И, кстати, сказать, мы гордимся тем, что у нас последний раз был на вступительных экзаменах около трех с половиной четное место и половина приехала из региона, то есть все-таки я не знаю. А тут всем устричи, да, вот, хорошо, правильно. Вот у нас тоже многие наши студенты этого года это лежит из самых разных концов нашей народной. Вот. А сейчас я хотел еще послезать какой-то пример, а вообще посолку тут все-таки я не так часто вступаю, я хотел показать какие-то уникальные вот такие исторические материалы. Вот сейчас вот этот, вот, опять-таки, говорить про ситуацию конца 80-х, это уникальный исторический период, о котором вам просто мало кто может рассказать. Вот этот, я сейчас покажу кусок этого фильма, который снял Дэвидросова, команда, которые приехали в 89-м году и собирали материалы при Агустке, которая потом была в Бостоне и потом еще путешествовал по Америке, который уже весной летом. Просто вот эта вот обстановка, атмосфера это время, которое, мне кажется, важно почувствовать, чтобы понять, до какой степени мы живем в другой стороне. Другой стороне. Другой, все по-английски читайте, по-английски переводят. Слышно. Привод, по-английски КОНКОНИ that в . . Соли-тескан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Now, in 1990, those artists are once again taking a very integral part of those changes. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Hopefully, their conversations will enable you to better understand and enjoy this provocative... И я почему-то их бросил с горы, вот так... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...